Всем привет! Сегодня у нас всякие вкусняшки, то есть еда по алфавиту. Не просто еда, а еда из моего детства. Мало того, что дети не были в моем детстве, то есть они уже маленькие. Маленькие? Да. Но они еще и уехали из Украины во сколько? В 5 и 3 года. То есть со всеми еще малышами. И некоторые вещи для них не знакомы. Поэтому мы сейчас будем, по очереди, выбирать по букве. Для жирчика. Катя уже подумала, что там может быть жирчик. Я хочу L на лимонад. Без проблем. Мы сейчас выбираем по одной буквы. Алфавит не полный, тут не хватает мягких знаков. А где L? Есть L. Скажи хоть одно слово на букву И. И? И? Не знаю, в казахском языке точно есть на букву И. На мягкий знак, Макс, слово. На мя? Я не знаю. На твердый, Катя. У нас почти полный алфавит. Ну что, давай выбирать буквы и смотреть, что же нам может там попасть. Ж. Ж. Ну я есть две буквы. Ж. Так вот L. А я возьму Е и вот предугадаю. Йогурт. Потому что йод мне никто не нальет сейчас, чтобы пить. Это будет йогурт. Скорее всего. Жуки. У Кати будет жуки, а у Макса лук. Лимонад. Живче. Нам уже принесли. Кто первый открывает? Я. Ты. Давай по очереди. И на букву ЖВАЧКА. Это же Л. Лавис. ЖЕВАЧКА. Или жевательная резинка. Ну она такая. ВФ конечно жвачка. Но там фантики. Главное в жвачке не только жвачка, а фантик. Кстати, Лавис были не самые ценные жвачки у нас. Какой у меня фантик. Смотри. Двухцветная. Покажи. Вау. Вот это дать ребенку почувствовать, что его любят. Ей. Вот так. Теперь я. Теперь челлендж Кати разжевать эту жвачку. О май гунас. Пока Катя жует жвачку, Макс открывает свою. Это головая зуба. Я не могу. Вот я не понимаю. В Англию привозят просроченные или они такие вот эти жвачки. Я вот не помню из детства Лавис. Лимонад. Макс угадал. Макс изначально знал, не знал, а хотел, чтобы ему попался лимонад. Он так вкусно. А Катя хотела жирчик. Это тоже лимонад. Только украинский и он с яблоком. Это лимонад с буратиной. Знаю? Правильно говорю? Как правильно? Буратино это же не она. Как правильно сказать? Буратино. Буратино. Пиноккио. Буратино. Буратино и Пиноккио и разные вещи. Да. Это буратино 100%. И вот Макс всегда пьет, а я честно ни разу не пробовал. Вот и в гостях и у нас как-то был вкус детства, да? Да. Это вкус детства. Пока дети наслаждаются всякими вот этими штуками вкусными. Ну лимонад. Сейчас с современным выбором всяких газировок это просто лимонад. А у меня, вот скажите, а что кроме йогурта? Какие еще идеи? Я не знаю. Яд. Яд? Нет, оно яд. Не голки. Съедобная вкусняшка. А нет, йод. Пьет. Итак, пьет пить. Итак, у меня йогурт. А ну 3, 2, 1. Йогурт. Да. Ну у меня самое лучшее. И не просто йогурт, а груша от темный шоколад. У меня глаза грушевая. Ну я скажу, что в моем детстве наверное йогуртов не было. Это больше уже такое студенческое было. Эу. Почему оно так брызгается? Когда я был совсем маленький, вот как дети, знаете, у Кати даже получился пузырь. Знаете, какой йогурт был? Это берешь клубничку, берешь сметанку или там малинку, кислое молоко, например. И все это с сахаром, и тогда это очень вкусно. А вот это, это уже более взрослое. Там шоколад. А вот это вкусно. Груша и черный шоколад. Это похоже на кожу. Обалденно. Короче, рекламная пауза, мы пробуем йогурт. Вкусно. Надо было конечно все ложку брать, но ладно. Некоторые за это меня ругают, мама особенно. Но это вкусно, это нельзя выбрасывать. Три буквы мы прошли. Осталось 27, то есть еще 9 раундов. Какие буквы выбираем дальше? О, ЖК я первый. Сы? Мне сказали, что нет сгущенки, но я все еще надеюсь, что есть. Ага. Максимин любимая ее вкусняшка, а это сгущенка. Кать, твоя буква. К. Где Х? К. Вот она. Я хочу или клубнику, или качку. А я выбираю сложное задание. Я опять выбираю Ё. Я вот не знаю. Ёжик. Ёжик, ёлка. Ёлка. Ёлка съедомная иногда. Да. Да. Мне вот интересно, на Ё. 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 Ёгурт это неправильно, я уже съел. Второй раунд. И сейчас узнаем какой Ёжик у меня здесь. Да. Я вот не могу вспомнить, что на букву Ё вкусная. Ё. Ёдинорог. Ё. Ёдинорог. Ёдинорог. Ёдинорог у меня. Ё. Помните Ёжик? Ёжик. А это Ёдинорог. Ё. Посмотрим какой он вкусный. Это вот такие пончики. Они не сладкие. Я думал тут все будут вкусняшки. С чем оно? Да. Они из. Это вкусняшки. Ммм. Можно мне немножко. Вэджитабол. Ёдинорог? Это Ёдинорог. Да, согласен. Но это не из моего детства, кстати. Это уже из наших детей детства. Они такое любят. Есть Ёдинорог, есть Е. Это уже из детства единорог. Это из детства, да. А вот я не знаю. Вот мама подскажи. В твоем детстве ты знала, что бывают единороги? Ну конечно. Да? Со вкусом Паша. Я просто больше машинками увлекался всякими. Ну что, мне интересно. Макса значит должна попасть. Селедка. Ноу. А ну. Ноу. Так не честно. Ес. Так не честно. Мне где-то единороги. Единороги. А Максу целая сгущенка. Так. Лакомка. Вообще-то сгущенка с мальчиком должна быть. А это девочка. Это неправильная сгущенка у тебя. Тогда есть один номер. А! Можно так? Ну а как же иначе еще ее есть. Макс ты все съешь. Ммм. 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 Я даже не сомневаюсь. So good. Ммм. Сгущенку надо вот нежно. Вот так вот. Раз, 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 раз. Вот так вот. Павла. Так сделай так. Оно же не вкусно будет. Там всякие эти. Да. Как они. Специи не вкусно будет. А вот это. Давай открывай свою. И что у Кати клубника? Конфеты клубника. Конфеты клубника. Карамель. Карамель. Кисель. 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 Это реально то, о чем вы даже не знаете. Кать, что это может быть? Я знаю. Творог. Это типа, которое вставить воду и оно стоило желето. А почему Катя так говорит? Потому что Катя будущий повар. Она немножко понимает в этом. Короче, в нашем детстве вот это. Это мы грызли просто так. Было вместо конфеты, Катя. Да. Конфет вкусных было мало в магазинах. Если честно, я влюбил мне кисель. Кисель ел это так, когда ничего не было. О! Я любил в таких квадратах брикетах заварной крем. Мне нравится? Да. Вот такие кирпичики. Я их грызли. Это так было вкусно. А можно заварной? Заварной крем это тоже. Заварной крем это то, что внутрь эклеров ставят. Но почему-то в Англии не ставят заварной крем в эклеры. Какую-то обычную пенку. Можно попробовать? Мне кажется оно сильно насыщенное, да? Мне тоже. Нет. Не знаете, что такое вкусно? Мне надо. Это реально оно. Это реально оно. Ммм. Если бы попался маме заварной крем. Ммм. Идейка. Окей ладно. Ммм. Ммм. И узнавать, что же новое там нам еще попадется. С киселем мама просто. Я вообще думаю, что большинство даже наших зрителей детей, они даже не знают вот эти кисели. Это только вот родители помнят. Я так понимаю. В Советском Союзе в каждом магазине хлебном были вот эти брикеты с киселем, их никто не покупал. Кроме детей, да, вот такие ходили грызли. Итак. Г. Новые буквы. Г. Гамбургер. Гамбургера не было в нашем детстве. Мы даже не знали, что это такое. Гир. Ц. Это интересно. Гиря. Гиря. Короче мы с Максом, я иду все по сложному. А я выбираю ща. Щука. Щи. Щавель. Щука. Это рыба такая. Да. На букву цапля. Макс. Целая рыба. Целый горь. Цыпленок. Цыпленок. Цыпленок табака. Цыпленок табака. Цыпленок табака? Цыпленок табака. Да. Это еда? Нет, это не съедобно. Это кофе. Но если там у нас есть кипяточек, можно сделать детский кофе. Кстати полезный, я будучи студентом, кофе стоило подороже, на кофе не всегда хватало денег. Да и мы делали такой кофе всегда себе. Можешь понюхать даже, он приятно пахнет. Кстати, он бывает порошковый, как этот, а бывает такое, как варенье с сиропчиком. Что, даже приятно. Оно просто налетело на меня. Чем пахнет? Цикория. Ну, как детский кофе, да, то есть карамельный кофе. Пахнет как чай. Но пахнет как фиги. Да, сушеные эти фиги. Просто когда мы пили кофе из цикория, мы не знали, что такое фиги. Максим, насыпь, я хочу. Ну, так, грецко слышать. No, надо насыпить. Ну, хоть покажи хоть, как оно выглядит. Окей, окей, окей. О, вау. Да, как будто бы растворенный кофе. Да, горькая. А. Хе-хе-хе, по чуть-чуть берите. О, нам. Это, кстати, полезно, правда. Да, это можно детям даже, вот можете оставить и можете себе делать такой, типа, чаек, кофеек. Хотя нет. Окей. Можно и следующее? Итак, Катя, буква Г, и она ожидает гамбургер. Но гамбургера там точно нет. Гамбургер. Горошек. Гамбургер. 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 Глина. Что это? Мачо. Мачо. Гренки. 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 Это жареный хлеб. Что это? Гренки. Гренки это жареный хлеб. То, что Кристос сейчас называют или Крутоны, не знаю. Окей. Да. Это флипци... Это флипци... Как выглядит вкусно. Как это сейчас называют? Оно спайси. Оно спайси. Ага. Нугой. Макбургера так реагирует на те вещи, которые видят в первый раз. Да. А для других зрителей это как обычная вещь. Так. Я выбираю. И... А что там надеется... Ириш получить? Англофиш, бургер, варенье, дуриан. Советская еда. Советская еда. Дурианы, англофиши. Потом. Выбери свою одну букву. Окей. Дуриан. What? Дуриан. Ну давай я по сложному уже не хочу. Я беру простую букву В. Варенье. 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 Но это сильно просто. Я думаю там должно быть что-то покруче. Мальчик, посмотрим что у него. Дуриан. Да. Дуриан. Да ну. Не может быть дуриан. Дай делаем. И это... Душец. Дай. Это вкуснее чем лимонад. Классно. Да. Ну для меня лично. А ты тоже лимонад? Лимонад был самый basic. А душец это грушевый. Это лимонад. Лимон. А душец это... Кстати в лимонаде лимонад не чувствовался. Вот я пил он прям сладкий сладкий. Да. Это груша в лимонаде. Сейчас ты почувствуешь грушу. Нет. Я этого не пил лет двадцать или тридцать наверное уже. Вау. Высокий это. Я люблю кстати конфетки карамельки дюшец название. Были тоже одни из самых популярных. Дайте вспомнить детства. Ага. Ваш отзыв. Наверное натуральные эти всякие ароматизаторы. Потому что еле чувствуются. В современных прям так бух тебе вкусом эта фанта как бахнет. Здесь, здесь, здесь. Посмотри какое у меня варенье. Идеи нет больше кроме варенья? Нету. Хорошо. Сейчас варенья. Ну варенья еще. Хорошо. Варенья с вареньем. И у меня. Вау. 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 Как я мог не догадаться. Вау. 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 Вафли это W Moments. Вау. 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 В вафля – это толстые. Ааа. Вафля – это толстые, да? Да. А это вауфли. А вот именно это вафли, да? Уже вот нет. Муса, он ударил. Там Тихо вау, туда похожа. А как пахнет, понюхай. А что это за вкус? что это за вкус со вкусом топленого молока вот такая разница макс ты можешь открывать скажите это обалденно какая разница еще я любил печеньки вот такие песочные какого топленого молока я открываю ирис как называется ирис прочитай дальше два слова вот если бы мы голосовали я даже не знаю кому отдать победу мне это зрители что у тебя уже сгущенное лицо разъелся смотри мы должны ограничивать кто помнит чем отличался ирис от щербета чербет он всегда был с орехами всегда мелкими то есть это ирис с орехами это называется чербет ну как вам наши восьмидесятые года а что лучше всего а что лучше из этого раунда вафли из этого раунда вафли ирис ирис вафли а нет еще вафли новый раунд и у нас все меньше и меньше букв интересно что еще мама нам такое какой сюрприз преподнесет из нашего детства с мамой фух что бы выбрать а я возьму а самое простое а у максы а у максы медовик а у максы медовик я еще так не вижу что так есть наполеон детская мечта это очень наверное вкусно да у макса если и медовик то очень маленький давай посмотри а у макса может быть мед да давай посмотрим он мягкий медный сейчас макс со своей удачей уронит наполеон на пол макса мэм мед 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 мараон мая зелая полный рактор кстати такой цветной появился уже где то в девяностых а еще в восьмидесятых марнелад был коричневого цвета по моему да вот это я вспомню одноцветным одноцветным такими кирпичиками маленькими а такой цветной начали уже возить из Польши девяностых да я в город я в очи зеленый зеленый а если честно такой не люблю а я обожаю это тот да ну ладно давай попробуем зеленый не достается я тогда попробую а я тогда розовый ммм это красный интересно он раз это красный это розовый но не важно у меня значит лимон внутри апельсин это арбуз смотри лимон ну не знаю это не мои самые любимые конфеты поэтому я предлагаю приходить дальше давай и что за артишопы меня там ждут арбузные ангуз ангуз стейк а да да ангуз стейк это аджика что ли после конфет и наполеона есть аджику как я люблю где те где те твои Катя сухарики точно не это вкусно это очень вкусно это классно но просто у меня наполеон во рту да ну ладно пробуем грузинскую кстати где она сделана вот если из грузии кавказская аджика кавказская а с германией грузинская аджика сделана в германии мне кажется аджика должна по другому выглядеть нет она жидкая должна быть и она мне кажется должна быть более как с кусочками всяких этих овощей она пахнет нет не пахнет томатным зубом а да пахнет испортно и томатным зубом и она острая и она острая ее много не съешь я думаю вот этого достаточно я попробовал что сейчас почувствуешь достаточно вкус аааа о май гонезь можно я заебу запей лучше ну да сладость тебе не поможет предлагаю переходить к следующему раунду ну что ж продолжаем вспоминать родительское детство да это у нас какой то без без опп опп ртуф я только что хотела сказать мы вспоминаем родительское детство без опп ртуф без опп ртуф и мы выбираем новые буквы Я не знаю, что за R. Я решил выбрать R. А я в этом раунде выберу опять что-то сложное. Уга. В алфавите в детском было экскаватор, это жертва. Ю. И что-то, и больше не знаю. Юра. 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 А у Катя Юру? Ю. Юлу. Очень интересное сочетание в Р. Ю. И вот на букву Э это будет, я не знаю, но варианта у меня нет. У меня сейчас будет съедобный экскаватор. Эскимо. Ты знаешь такое слово? Да. Я не знаю, что это такое. Это мороженое в шоколаде. Прям эскимо называется, вау. Но почему-то пломбир в шоколаде это было так себе, а эскимо это было прям вау. Знаете, что такое эскимо? Я знаю. Я знаю. А, это типа мороженое в шоколаде. Нет. Люди, которые живут в Арктике, типа. Где-то на Севере живут эскимоцы. Я же сказала. И они едят эскимо. Мороженое в шоколаде. Верно. Все верно. Я сказала. И сейчас я вспомню. Оно шоколадное. Да, шоколады. Стой, давай здесь возьми. В Лондоне не могла найти с белым пломбиром. Ммм. Можете открывать? Да. А вы не хотите попробовать эскимо? Да. А, холодное. Мне только шоколад попался. Вот еще мороженое. Ммм. Это заедать эту аджику. Ага. Ну что, мороженое попробовали? Мороженое достойно лайка? Да. Кстати, из Украины. Оно приехало к нам из Житомира. Суп? Юшка. Что это? Юшка? Что такое Юшка, папа? Ты знаешь? Ну Юшка это как из ухи и жидкости. А, это Юшка которая сделала? Юшку по-украински называют Юшка. Уху по-украински называют Юшка. Какая Юшка? Это не совсем русский язык. Это украинский. Попробуй. Подожди. Не без лампа. Ну рыба должна быть. По-твоему. 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 На себя. Дядь. А что можно было быть еще на Ю? Я даже не знаю. Юрапин. Ну пить бульон после мороженого так себе удовольствие если честно. Это что? Это бис. Юшка. А, бульон. Так это бульон вообще. Так, дайте. Все, переходим дальше к букве Ру. Дайте. Рыба. Райс. Воздушный рис. Рис воздушный. Да, я кстати помню в детстве у нас были этот рис воздушный не склеенный вот так, а по отдельности. Ты его так берешь, он ветром раздувается, разлетается. И цветной был. И цветной был тоже. И цветной был тоже. Помнишь, у мамочки против девушки мы купили воздушный рис, который растал. И еще желтый квадратный. А вот сюда. Да. Это было для фонии где-то. И такой вот воздушный рис. Да. Ну я думаю в этом раунде безоговорочно, бесспорно побеждает пломбир. Нет. Эскимо. Макс, не советую. Да, эскимо выиграл. Еее. Ну что же эскимосы продолжим изучать советские сладости, как мы раньше в детстве наслаждались и смаковали. Но редко, у нас этого не было много и каждый день. Мы их будем изучать без оптов. Хча. Вся. Окей. Хча. И давай. Я выбираю. Улитки. Без оптов. Мы в детстве ели эти улитки. С утюг конечно. Не, не, не ели. Кстати, а улитки вкусные? Х, хрен. Ооо. А я тогда буду взять. Холодец. Хрен. Хрен. Хамбургер. Тут нету хороших вещей. Хинкали. Хинкали. Есть, но нету конфет. Холодец. А я? А я что может быть или у? Я не знаю. Хорошая сладость. Ооо, я поняла что у меня, у меня будет хлеб. Холодец у Кати может быть. Хлеб. Хлеб. А давай посмотрим что там за хлеб. Хлебцы как хлеб, вкусные, сладкие. Хлебцы. Хлебцы. И это. Хлебцы. похожие на хлеб. Вот еще они будут вкусные. Хлебцы. Хлебцы? Хлебцы. Хлебцы, хлебцы. Это халва, а? Из чего делается халва? На рисунке нарисована? Ээээ. Тум. Не. Не. Хлебцы. Хлебцы и сakaо. То есть она коричневая, типа шоколадная. Хлебцы. 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 Нет. Старех. ТакDS including sc paul and fish. Не. семечки поскольку сахаром они как-то так мель отрисуются получается холба вот она кстати холба еще ломается у нее есть слои такие видите она такая как бы слоеная видите вот вот эти коричневые слои это с шоколадом с какао белые это чистые семечки с сахаром а ну зрители напишите разве чистый семечек делать где здесь мы делали с кожурой ты сама делала холлу да может ты сама и делала но с кожурой знаешь что делали это это вот как они что животным корм дают какая красота ну что это реально это круто это круто из нашего но она классная давай погнали я же любил с печеньками с чаем ушки ушки свиные уши я тебе скажу но я не знаю насколько сейчас это воспринимается когда в деревне резали поросенка ребенку который там крутился вокруг первое что давали это ушко и хвостик я прямо сырое ухо солью посыпал игры это уже копченый а что это варил или жарил по ухой да надо попробовать магазине для питомцев и максу надели свинины и лучше не помню такого кстати копченый вкусно пахнет это вкусно даже пахнет это знаешь что это вот это ухо махать кто такой огонь знаешь что там хрустики да ну реально крутое не будете есть огучи отдам отжикай и ухо оставляй это будем что ты а можешь огучи дать крипши такие она убежала вы снимаете она не придет гуч гуч не любит сниматься такая у нас актриса идет ну как вот и так и вкусно а ну как вкусно не ест она уберет это вот копченое наши гучи не любит копченое Судя по всему ее полюбила. Уже полюбила, сейчас она с ним разберется. Теперь интересно, что за ягоды у меня тут? Яблоко. Яблочные ягоды. Янтарный сырок, плавленый. Что? Это как коровка сейчас. Это Фанни, это Фанни. Но, 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 коровка, знаешь сырок? Типа онтарный? Ну треугольный вот такой. А, в том каке? Сейчас оно делается треугольниками всякими, ну такое тоже делается, но больше. А, то что, смеющаяся корова? Смотри, смотри как это. Да, 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 веселая куривка в Украине продается тоже. Кстати, я думал, что коровка это только в Украине производится, оказывается по всему миру продается эта корова. Да? А вы что это называли? Ну когда я жил в Украине, я не особо там знал, где что-то. Да, это вещи внутри. Он с чем-то просто, он с чем-то, не верно. Ура! Короче такой плавленый сырок, мягкий. Помнишь, он был еще шоколадный? Нет. Реально? Ты не помнишь, шоколадный сырок. Шоколадный? Где он продается? Кстати, вкусно. Продавался. Вкусно? Нет. Попробуем, реально вкусно? Распробуй. Ты же видишь сыр вот этот тонкий, плоский? Ты вчера просила, а это тоже самое, даже вкуснее? Нет. Это даже вкуснее. Короче, как хочешь. Ты зря отказываешь. Это вкуснее. В прошлый раунд был самый такой ретро-ретро. Да. Куши, сырки. Что у тебя там? Халва. Халва. Да вообще забыто. Я уже забыл, когда последний разъел. Да. У нас осталось раз, два, три 17 раунда. Каранька. Каранька, сушеная рыба. Вот это может быть. Я надеюсь, что мне попадется желтые полосатики. Ну желтые полосатики не совсем, уже из детства, но да. Я не люблю другой. Я не знаю, что. А я выберу фу, потому что я фидорук. Окей. Я открываю первый. Какие-то фрукты, наверное, у меня. Фанни, сын, фанни. Фронтан шоколадный. What? Оно там. Да, да, да. Там что-то застряло. Это финики. Ага. Это обалденные, еще и крутые. Смотрите, какие обалденные финики. Я помню, нам давали в садике после Чернобыльской катастрофы. У них очень много полезных веществ, которые выводят радиацию. Реально? Вы когда были маленькие, мы покупали ящиками, ели. Но мне больше нравились не такие, эти как варенье. Прям вот выдавливаешь, вот смотрите, как джем прямо. Вау. А я любил более сухие, как конфетки такие твердые. О, оно стик-ток. Да, сиропчик. Это круто. Да. Итак, у Кати. Опять? Тархун, тархун. Да, это тархун. Да, опять. Тархун. Это тархун, Катя. Ой, Макс. Это тоже вещь, оно тоже зеленое. Дюшес. Тоже зеленое. Грушевый. Дюшес не зеленый, там только бутылка зеленая. Дюшес такой, как груша. А этот тархун реально зеленый должен быть. Ага. А знаете из чего? Из травы тархун, есть такая трава специальная ароматная. Тархун. Из нее делают такой напиток. Дай попробую. Я даже не знаю как это. Ты выпил гостяк, пару бутылок был. Это был дюшес. Покажите мне надпись. Тархун ты пил зеленый. Нет, я помню, это был дюшес. Макс пил тархун и не помнит, что он пил. Это был дюшес. Хрю-хрю. Это был тархун. Это был дюшес. А мне так было. Давай, я попробую. Это был тархун. Да, кстати может быть был тархун. Кстати, тархун была моя любимая газировка в детстве. Это была самая вау. Ну, кроме пепси. Пепси просто очень редко было. Там косточка внутри. А как это? В финикине. В огромной финикине маленькая косточка. А, я поняла. Нам надо скоро заводить словарь Макса и Хати. Вот. Достаточно большая, просто обеда большая. Регулировация. Да. Регулировация. Печенье. Что это? Я знаю. Какое? Обданное. Обсаное. Обсяное. Обсяное печенье. А-а-а-а. Кстати, я любил Гербер. Это были мои любимые садики. А, я тоже. На полдник давали. Всяное печенье и мочку. Сейчас полетит все по всему дому. Нет. Может не надо? Надо. Нет. А-а-а-а. А-а-а. А-а-а. Дай я лучше сам. Дай ты пытаюсь печенье сейчас. Катя, а. Надо быть более уважительной к печенькам. Это же печеньки. А ты их возьмешь и сейчас кеду ломаешь. Итак. Давай. Короче, надо ножницы. Не? И еще чуть-чуть. А-а-а. Пахнут. А-а-а. 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 Они правильно пахнут. Так, как и должны пахнуть. А-а-а. А-а-а. Ты ел когда-то? А-а-а. А-а-а. Это настоящее овсяное печенье. Ну что, тут в Англии много всего сделают из овсянки. Прям. Идейка. Везде эта овсянка есть. И в печеньях везде. Но именно такое печенье они не делают. Так. Короче, это the best. Советую. Кстати, вот это и вот это реально из детства. Это вот обычное. У нас остается только два раунда. Какие мы буквы? Я беру з. З? Зефир. Шакт, по-моему, выбрал самое крутое. Катя, бе-п-ч-ш. Ша. Взять ша? Не-не-не, ты выбирай. Хорошо, я возьму ша. А-а-а. И что мне будет? Шипучка какая-то. Шампунь. Шампунь несъедобная. Бе-бец. Шоколад. Шоколад у меня будет. Фалочка. Фалочка. Я первая. Нет. Я и спалочка. Заварное пирожное. Палочка. Заварное пирожное. Я и спалочка. Я и спалочка. Я и спалочка. И? А зефир. Макс сразу сказал, да? Ясс. Это то что мягкое? Есть. Я такое удовольствие. Это зефир, всяких маршмеллоу тут завались, а вот зефир нужно поискать. Оно просто сдвигается. А знаете основу зефира? Я не знаю маршмеллоу. Я не знаю основу маршмеллоу, основа зефира яблочный дурет. Правильно? Да, но все равно тут куча сахара. Это же не модные. Ну это вкус уже добавляется. Я думал ты разделишь на два. Макс, это ты два съел, вот так вот надо, Катя. Это правильный способ. Вот так правильный способ разделить на два. Но это не надо на видео, это надо медленно, спеша. Да. Но это мы сделаем потом. А сейчас нам надо открывать парусник. Это что? Это тульский пряник. Пряник. Возможно, я не знаю как в тульском этом, но в моем детстве там еще внутри было повидло. Вот разломай пополам и увидишь. Покажи сначала, покажи. Почитайте над надписью. Ясная поляна с фруктовой начинкой, да? А это как gingerbread? Нет, совсем нет. Где начинка? Есть, а так мало ее. Скажи свое впечатление. Very good, скажи. Я это никогда не пробовала. Вкус от тая. Там просто тесто, оно же не просто белое, оно с каким-то вкусом, да? Можно я чуть-чуть отломаю? Я не хочу много. О, оно как шипчик. Оно как японский грейк. Грейк японский это что? Виноград. Виноград японский. За это лайк, за это лайк, посмотрим, что же у меня за шарики тут. Это круто, это вкусно, но я же ем сейчас тульский пряник. Это что это? Шпроты это. Яйца люблю, когда не... Кстати, это крутые рижские шпроты, баночки еще и стеклянные. Это очень круто, очень вкусно, только надо... А как ты его положишь на пряник или на фефирку? На тарелку. Можно прямо в рот. И, но я первый, потому что это мой раунд. А вообще особые любители шпрот, они выедали рыбу, а еще потом это масло хлебом вымакивали. Но это самые профессионалы, я не такой профессионал по шпротам. Если честно, я перебываю, хотя хочу. А они були, ну как ты говоришь, ну короче жулики, они хвостики обрезали. Так не честно, шпроты с обрезанными хвостиками это неправильные шпроты. Ты все-таки хочешь? Да. Она говорит, я не буду, хотя вообще-то наша рыба не очень ест, точнее совсем не ест. Только желтые полосочки. Что это шпроты или я? Что такое шпроты? Вот это шпроты, это рыба копченая в масле. Я думала, что это, как это, карасики. Кстати, я отказывался, но я хочу еще. А ну смотри, давайте в следующем раунде. Ну Тушка смотри без хвоста. Ладно, у нас в следующий раунде, я думаю мы можем уже выбрать, кто бы чье. Я бы. Ну, кто что, Макс выбирает бы, Катя, ты че или е? Че выбираю. Значит я выбираю че, я выбираю чебурашку. Чебурек. Не, ну у нас все так, а может и чебурек. Да, мне нападется чебурек. В нашем магазине сказали, будет после 4 вечера чебурек. А, то есть это не чебурек. Л, э, э. Ежик, это последний раунде. То есть последние вкусняшки мы сможем попробовать сегодня. Ежик, ежик елка ежевика. Ежевика. Ну я мне кажется не ел в ефте ежевика. Ты когда на пляж ходил, с кустов не рвал? Нет. Стой. Не помню, не помню. На пляже ежевика. Вот как у нас вдоль железной дороги растет, вдоль всяких парки. Но Кате надо было сделать кукурузу, потому что каждый раз как мы шли на пляж, это была кукуруза. А, вареная кукуруза. А у соседей торчали вот в огородах такая ежевика. У соседей малина была. Да, один. О, у Кати, кстати, это Катина любимая ягода. Такой классный фау. Мне кажется я знаю, что у Макса должны быть. Бублики и баранки. А ну? Мам, ты забыла про бублик-бублик. Это что такое? Ааа. Бороз. Барамбер. А ну прочитай правильно. Барис. Барбарис. Барбарис. Барбароси. Барбарис это, в моем понимании, были самые вкусные карамельки. Вот я их любил больше даже, чем дюшерские. Кстати, это реально вкусно. Они красные, смотри, они розовые. Ааа, бумага. И бумага, да, прилипала. Вы помните это чувство, когда ты открываешь карамельку, а вся бумага на ней осталась? Тут трава, смотрите. Да, реально трава. Как она туда попала, я не знаю. Тогда ее другой, да. Главное, чтобы сейчас бумажка не приклеилась. И. Еее. Еее, нету травы. Теперь скажи вот свое впечатление от конфетки Барбарис карамельки. Ммм. Ммм. Срава. Реально, the best. Со вкусом чего, Макс? Я. Да. Кстати, Барбарис это ягодки, вот они нарисованы. Ммм. Типа, типа ягоды Гочи, что такое. Ммм. Что бы. Реально, знакомый с детства вкус. И у меня чебурашка, чебуреки или. Чурос. Это из их детства. Здравствуйте. Тебе мама не делалась такая вот с мясорубки? Но это не называлось чурос, это назывались. Печеньки. Печеньки, жареные в масле. Ну вот, это чурос. У мамы вкуснее было. У мамы, конечно, свеженькая, горяченькая, только с плиты. Там было намного все вкуснее. В этом раунде однозначно выигрывает Катя. А? Катя, пока мы открывали конфеты промпульчурос, Катя стопдала пачку ежевики. Посмотрите на ее зуб. Зрители, напишите в комментариях, едите ли вы вот в вашей повседневной жизни, что больше всего вы любите из того, что у нас сегодня было. Вот, например, из старого вот халва, барбарис. Некоторые вещи, которые я действительно не ел, не знаю, вот барбариску, наверное, тоже лет много-много-много. Лет 10-20, наверное. Из этой всей игры, мои любимые. Можно два? Давай. Это дюшес и эти, дюфирки. Дюфирки. А из того, что я вспомнил, это вот овсяное печенье, халва, что еще? Да. Влад, а как долго мы снимали до того, как перед тем, то есть до того, как я закончила это? Минутку-две, может быть. В общем, пишите зрителям в комментариях, что из этого вы едите каждый день, а что для вас тоже было таким воспоминаниями с детства? А вообще кому-то и новинкой. А кому-то и новинкой, может кто-то тоже первый раз читал слово халва? У меня много было. Ну что, мне действительно очень понравилось сегодняшнее видео. Я думаю, вам тоже, так что ставьте обязательно лайки, подписывайтесь. Всем понравилось. Светлана, она красишься конфеты языками, почему это не было? Потому что это не конфета, это нагода. Все, всем до новых встреч, пока-пока. Идите, убирайте свои шпроты. Идем ставить чай и наконец-то есть нормально Наполеон, а то он там стоит надкусиной. А, вот что больше всего понравилось. А есть больше ешь, а питье.